Киберпреступления растут. Как справиться с ними? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, заведующий кафедрой кибербезопасности Одесского университета внутренних дел Карен Избаевов. Здравствуйте. Здравствуйте. Что дело человеку, если с его банковской карты сняли деньги? Когда такая ситуация возникает у человека, то, конечно, необходимо сразу обратиться в банк для того, чтобы данную банковскую карточку закрыли, для того, чтобы последующие переводы не были сделаны. Здесь, конечно, желательно до того, как попадаешь в такую ситуацию, ограничить и сделать лимиты на банковской карточке. Таким образом, мошенник наш не сможет снять сразу большую сумму, а ему придется частями снимать. А когда начнут снимать частями, к нам придет смс-уведомление или на мессенджер к нам придет о данном снятии. Вы поймете. И первое, что сразу нужно сделать, это связаться с банком, заблокировать эту карточку и потом уже обратиться с письменным заявлением в банк с просьбой о подаче им информации, где были сняты денежные средства. Потому что у нас не секрет, что банкоматы все, если это через было банкомат снятия, оборудованы камерой, то есть мы сможем уже увидеть лицо человека или силуэт, как чаще всего бывает. Потом уже обратиться или в киберполицию, или просто написать заявление в ближайший райотдел. И зачастую этим нельзя, нельзя этого не делать. Почему? Потому что скорее, как происходят данные преступления, какой-то работник банка уже передал определенное количество информации о клиентах. И по этим клиентам будет или дозвоны, или что-то будет все равно происходить. То есть если вы не заявите в полицию, один, второй не заявят, то не будет у полицейских полной картины преступления. И возможно здесь тот же криминальный аналитик не сможет проанализировать информацию и понять, что если определенные клиенты в одном и том же банке попали под данный вид мошенничества, то скорее всего с ним связан какой-то служащий в этом банке. Соответственно найти и предотвратить дальнейшее развитие событий. Схема нам демонстрирует то, как преступники могут завладеть средствами обычной фирмы, которая не проверит полученную информацию. В частности, мошенник звонит или каким-то другим образом через электронную почту и так далее, связывается с предприятием, сообщает ему о том, что реквизиты, по которым была оплачена их предыдущая продукция, уже недействительны или поменялись. Поэтому просит следующую поставку сделать уже на другие реквизиты. Наше предприятие не проверяет эту информацию, довольно-таки себя ведет легкомысленно и просто меняет в счетах фактуры банковские реквизиты на те, которые дал им мошенник. Соответственно, деньги получает мошенник, а тот человек, который должен получить товар или деньги, не получает их. Где в ближайшее время киберпреступность будет искать слабые места? Прежде всего, слабые места будут там, где будет появляться новая технология. Новая технология появилась, например, это боты. Самое распространенное – это боты в Телеграме. То есть, как я хочу заметить, то, что те же банковская сфера идет в боты, предприятия идут туда. То есть использование этой технологии будет потом нам приведет к какому-то роду мошенничеству. Здесь нужно просто анализировать зарубежный опыт. Но в этом именно вопросе мы идем с ними параллельно. Поэтому где что будет, очень сказать сложно. Но то, что нас ждет уже сейчас, это боты, это какие-то более совершенные компьютеры, которые будут разгадывать наши пароли еще быстрее. Возможно, это будут какие-то другие средства, которые будут считывать с нас информацию. Потому что сейчас в Украине довольно-таки успешно внедряются технологии видеоаналитики, которые уже есть и в Киеве, и в Одессе, и в Днепропетровске, и в Мариуполе. Сейчас нет уже особо труда по лицам, по номеру автомобиля найти уже человека, где он был. Три правила. Первое. Введите лимит банковской карточки. Второе. Если деньги увели, сразу заблокируйте карточку. Третье. Ваш пароль должен быть как можно длиннее. Мы продолжим разговор о безопасности в других передачах. Берегитесь себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok